привет всем кто дружит и любит акварель решила выложить это видео но не сначала сначала не записалась ну где-то где-то минут десять это скушала я не заметила не записалась она мне нравится я решила его так сказать выложить его на просторы интернета может кто-то и не сначала что-то интересное для себя найдет в этом видео формат видео 30 на 40 бумага арш 300 грамм среднее зерно зеленая обложка это склейка бумага шикарнейшие но оборотная сторона в ней мне нравится больше она более гладкая растекаемость краски на ней лучше то есть в мокром пятне пигмент растекается значительно свободнее совмещаются несколько там допустим пятен пигментов но при этом остается разница разница вот в этих цветовых пятнах то есть это все не сливается в одну лужицу все равно видно разнообразие брошенных туда капель краски это очень мне в этой бумаге нравится ну лицевая сторона была испорчена и поэтому вот оборотка использовалась для другой работы работы я делала без рисунка потому что рисунок был очень такой подробный у меня проработан гелевой ручкой на похожем формате но сюда вот встроить в это видео мне его было сложно поэтому в конце видео будет приложен рисунок гелевая ручка самая простая что я ее купила в леонард буквоеде это индийский бренд космо что стоит очень такая дешевая мне нравится что она не подсыхает как если открыт колпачок ведет тонкую ровную линию если у вас в общем то там большой объем работы и вам она нравится то это такой хороший бюджетный вариант можно чирикать не думая о том о стоимости и расходе этой ручки и чернил там же в рисунке была проработана композиция тональное решение поэтому здесь я уже помнила что как где располагать подсматривала значит в этот рисунок и сразу же я начала работу от куска как правило я таким образом работаю слева направо но в своей голове держу сразу же заранее что и как будет по тону двигаться до в основном конечно лучшего акварели работать от светлого к темному но в данном случае если я работаю вот пятна то я делаю большое пятно набираю его и потом в этом пятне делаю какие-то доработки значит если необходимо я поднимаю тон то есть в это место капаю водички немного да краска распускается и это пятно осветляется то есть тон ну такое есть значит выражение художников поднимать тон на то есть это место высветляется и делаю более темные моменты внедряю там где там теневая например сторона или где необходим контраст на границы совмещения со светлой частью пятна то есть я это большое пятно дорабатываю но самое важное это пятно должно быть наполнено большим количеством воды если в этом пятне начинаются начинают какие-то места подсыхать не так легко ввести более темные пятнышки и не так легко вода вымещает пигмент да если вам нужно где-то что-то осветлить то есть главное условие что пятно в котором вы работаете должно быть достаточно увлажнено по краскам краски краски это невская палитра набор 12 цветов ну что-то там такое общем-то базовый там кобальт ультрамарина изумрудка сиена натуральная карминовая или краплак ну вот что-то такое бордово-красный цвет индийская желтая по-моему красная охра была и сепия кисточки здесь белка белка набирает много воды и по гладкой бумаге очень приятно работать мне нравится то есть такое происходит свободное движение кисти можно очень легко сформировать нужный силуэт не знаю листика веточки работаю я стоя немножко у меня такие неровные касания неаккуратные может быть силуэты пятен но работа стоя дает возможность вести движение руки от плеча это для меня такой основополагающий момент не всегда конечно рисунки я делаю сидя если вот говорить про рисунок гелевой ручкой но в данном случае работа велась стоя формат 30 на 40 я уже говорила и вот как видите здесь уже сейчас считывается композиционный центр это верх ну если вы слышали что-то там о композиции построен на принципе третей то это правая верхней часть немножко поднятая выше от середины вправо и влево я не буду как бы углубляться в эту в этот принцип можно посмотреть в интернете в общем центр композиции в данном случае будет сосредоточен на светлых листочках которые соприкасаются с красной гроздью большой гроздью рябины сверху в этом месте будет жесткое касание пятен цветовой контраст это зеленые листочки достаточно светлые внутри этих листиков будет максимально темный фон и грозди рябины красные будут подчеркивать также это место тоже будет насыщенность цвета там мне кажется максимальная и еще есть линии которые будут которые видно что они направляют к этому центру композиции это по одна диагональ и вторая диагональ то есть в этом месте концентрируется их пересечение такого как бы креста то есть в этом месте направлен будет сюда будет направлен взгляд зрителям сейчас уже есть большая часть работы есть листья рябины несколько гроздей по поводу красок с которыми я набирала зеленый цвет обычно зеленый цвет я стараюсь набрать через синий и желтый но не всегда то есть я смотрю на натуру пытаюсь понять как я могла бы набрать этот цвет из каких пигментов ну чаще всего это синие с желтым но вот в данном случае такой светлый зеленый цвет набрала через изумрудку и сиену натуральную немножко сепия то есть отошла от правила потому что мне хотелось бы экспериментировать понять можно ли набрать элегантный цвет такой спокойный не агрессивный в то же время прозрачный с помощью зеленого да изумрудки изумрудка чаще всего прозрачный пигмент у производителя и при подсыхании даже она достаточно хорошо активно работает этот краска фон вот в этой бывает часто спрашивают что почему не делаете фон здесь фон есть да он вокруг присутствует вот я его ну можно сказать так просто обошла сверху аккуратно закрыв частями и также между вот этими листочками которые сразу же сделала силуэты веточек да листьев рябина мне было важно найти пятно расположение этих главных так сказать элементов сквозь которых просвечивает темный фон то здесь еще работа на контрасте светлые листья темный фон темный фон как бы насыщается да нагнетается к центру композиции и постепенно осветляется краям работы то есть это тоже работает скажем так на центр композиции то есть там где вот это центральное место фон потемнее и дальше он спокойно распределяется краям работы в то время как значит я внедряла фон туда мокрое пятно чуть-чуть подсыхала бумага да прекращала блестеть тут же где-то встраивала темные пятна листиков рябины которые на заднем фоне но не всегда то есть вот сейчас например поскольку фон будет в этом месте более светлый я сразу же сформировала силуэт темных листиков рябины они полностью подсохнут и фоном я уже потом пройдусь сверху как бы вторым слоем то есть в этой работе скажем так скомбинировано несколько приемов здесь есть работа от пятна какие-то кусочки по мокрому и послойная послойная техника живописи то есть в одной работе в зависимости от задач которую я хотела решить здесь такое происходит совмещение техник немного хотела коснуться колорита работы красное зеленым здесь такое мне кажется для меня было удачно интересное решение решение тем что зеленый немножко такой прожухший где-то встречаются желтоватые пятна листьев не с оранжевыми ягодками ягодками рябины а увядающими темно-красными поджухшими гроздьями вот этого растения зеленый с красным не знаю может кто-то знает кто-то и нет для кого-то возможно это будет интересная информация это два противоположных цвета по если рассматривать цветовой круг что значит противоположное это значит что если вы их смешаете зеленый и красный получите серый в равных пропорциях соответственно можно экспериментировать посмешивать разные зеленые разные красные серый будет где-то теплее уходить в красноту где-то в холодной оттенке в зависимости от того какие зеленые пигменты вы берете и какие красные вы значит смешиваете можно сделать не знаю на выкраске поэкспериментировать поизучать поизучать для чего в общем-то ну серым цветом все понятно да вот этот вот фон он написан весь вокруг рябины за счет смешения красного с зеленым и для разнообразия в небольших кусочках пятна пятна да я где-то подмешивала либо ультрамарин либо сепию то есть разнообразила вот эту вот заливку фона таким образом ну вот продолжая разговор об этих противоположных цветах в общем-то противоположными цветами не только можно получить красивые оттенки серого и разнообразные но и усилить работу цветового пятна друг с другом то есть вот в данном случае центральная вот эта ветка светлая листьев рябины она соседствует соприкасается с гроздью такого я не знаю красного теплого цвета то есть они друг с другом работают более активно действие одного цвета усиливает соседство рядом прилегающего пятна такая же история с основными противоположными цветами по кругу это синий оранжевый и желтый фиолетовый то есть они взаимно усиливают друг друга и в то же время взаимно успокаивают то есть если у вас очень активный например синий цвет но вам нужно снизить насыщенность снизить насыщенность можно оранжевым цветом ну есть конечно совсем простой вариант чтобы не кто не хочет вообще забивать свою голову такими знаниями можно просто успокоить черненьким или сепии или вообще грязненькой лужицы с вашей палитры кстати вот о палитре хотела сказать отдельно палитру я использую пластиковую такой кусочек пластикового что-то 20 на 10 вот пластика в котором вот эти вот предыдущие краски намешаны очень удобно то есть ты легко можешь подобрать сразу же кусочек каких-то других цветов например в каком-то минимальном количестве можно опять же не набирать кистью не искать какой-то уже ранее полученный оттенок а просто его подобрать с палитры на бумаге конечно все подсыхает и уже сложно сложно выбрать этот цвет бывает цвет удачно найден оттенок цвета и можно его внедрять в разные части работы почти вся работа уже есть я дорабатываю остатки фона вся работа ведется по-сухому оборотная сторона работа сухая и лицевую я смачиваю таким вот кусочками мне кажется что когда не происходит подмачивание с оборотной стороны на бумаге считывается большее количество различных оттенков то есть пигмент не так быстро расходится из-за этого это лично мое мнение работа выглядит более более насыщенная разными оттенками переходов цветов и темные пятна сейчас ввожу самого темного тона и они как правило сконцентрированы там где необходимы их соседство со светлыми листьями рябины Это усиливает контраст, тональный контраст, и еще раз указывает, где центральное место композиции. Надо еще немножко доработать и увести в глубину те листочки, которые заворачиваются, которые отвернуты от источника света. Источник света слева находится, то есть, соответственно, справа необходимо списать соприкосновения пятен фона и листьев. И поскольку свет более прохладный, то вот эти намесы, которыми я спешу лезть, они будут более теплыми соотносительно, если рассматривать оттенок цвета на свету листьев. И, в принципе, то же самое с гроздьями рябины, то есть в тени будет потеплее оттенок цвета. Цвет намешала я для того, чтобы увести листья в тень. Это изумрудка с большим количеством сиены и теплым красным. То есть такой более тепленький. Ну вот сейчас вот это вот хорошо видно на видео. То есть с правой стороны доработка и уведение пятен с теневой стороны в глубину. То есть таким образом еще листья получаются объемными, заворачиваются. И, соответственно, это еще работает на создание глубины пространства. Для оранжевых листочков цвет набран был более теплый, чем они сейчас есть. И вот здесь, кстати, хорошо сработала индийская желтая, которая... Ну, он такой очень насыщенный цвет. Но в каких-то моментах она очень работает достаточно хорошо. Я красную охру смешала, индийскую желтую. И вот смотрите, цвет получился с одной стороны звонкий, за счет охры сложный. И удачно сочетается со цветовой частью в этих местах листочков. Несколько таких ярких акцентов на совсем вот этом переднем листике. Положенное пятно чуть-чуть дорабатываю. Где-то просто водичкой списываю соприкосновение пятен. Где уходит совсем тень, там немножко темный удар. Это позволяет еще дать больше объем. И вообще, в целом, конечно, моя логика такая, что я смотрю на натуру, стараюсь угадать расположение пятна, как я вижу на натуре, и встроить его на свою работу. Но в целом все равно, конечно, эти пятна выражают форму прежде всего. Но форма в моей голове уже выстроена достаточно хорошо. Это будет видно по рисунку в конце, да, черно-белому. Поэтому здесь я только, угадывая пятна, да, все равно я лепила форму. Ну, почти вся работа уже доделана. Ну, надеюсь, что вам это видео понравилось. Что-то интересное здесь услышалось, да, проговорилось. Ну, постараюсь, чтобы следующее видео все-таки полным куском записалось. Ну, бывают вот такие моменты, что не записывается. А техника подводит. Последняя детализация, касание ягодок, да, серединок. У рябины такие есть характерные темные углубления в ягодках. В общем-то, можно где-то коснуться, но где-то. Не надо пересчитывать все, а небольшие касания в нескольких местах. Это еще, так сказать, оживляет работу. Ну, вот, в общем-то, практически работа вся доделана. Легкий, быстрый этюд, состояние грустной ноябрьской рябины создано. Хотя сейчас весна за окошком. Ну, почему нет? Сам колорит исполнения может вас вдохновить на что-то такое свое. В конце работы, как я говорила, сейчас предстанет рисунок этой работы. И на этой торжественной ноте я с вами прощаюсь до следующего видео. Всего хорошего вам, хороших творческих удач. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok